Добрый вечер, и мы начинаем! Ну как так совпало, что мы с Тушевским не думая одели одинаковые носки? Вот вообще, мы живем не умеется. А покажи теперь. Как так получилось вообще? Ну как-то так сталося, но я вам скажу, что сталося еще и добре, что сюда снова пришли до нас гости. Вони по той биг экрану, по той биг камер. По той биг экрану? До этого их не было никогда. Я им всем дякую за что приходите. Идут они сюда как посещенную воду, потому что мы лекуем от весняной депрессии и от геморроя, поэтому, если нужно, звертайтесь. Они сюда побухать пришли, ты что не видишь или что? Люди бухают, какой смотреть? Не на халяву. Наверное. Ну понятно, они жудушака. Пара-пара-пау. 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 Вот это да. Красавчик. А не весело, ты так встали и... Так. Судак там ходят не просто бухать. Судак там ходят лечить коронавирус. Ты знаешь? Ты должен был упасть еще. Потому что коронавирус лечится. Нет, слушайте, я очень... Как обычно, новость разгоняется непонятно с чего. Чудак, британец, находясь в Ухане, заболел коронавирусом, лечился вискарем с добавлением меда и всяких штук. Никуда не ходил. Лежал под одеялом, только бухал. Все. И прошел коронавирус. Это был коронавирус? Это был коронавирус? Как в детстве мне говорили, это было воспаление хитрости. Он не хотел идти в школу. Он не хотел идти просто на работу. Слушайте, оно вообще прикольно. Я думаю, что ему до 10 лет... Бухать прикольно? Да. Вискарик с медом и еще с какими-то травками. Слушайте, что интересно, у бампера Иисуса есть миниатюрка, только там вместо виски говорить надо пиво. И ты будешь бухать или забудешь про все на свете. Кто у кого что с коронавирусом? Ну, я думаю, что китайцы, наверное, не смотрят бампера. Я похаваю рис и позатрю бампера. Ну, он битанец, но это ничего не меняется, мне кажется, да? Что это за трешачина вообще? Жирай переходит на ультразвук, понял? Мне, кстати, когда я слышу название города Ухналь, мне вот почему-то... Ухань? Да, мне вот прям слышишь... Ухань. Ухна? Да я не знаю, Ухна, Ухань. Ну, это житомирская область. У меня буквы К залипают. Ухань. Ухань. Понимаешь, ты когда показал только что китайцев, у меня такое впечатление, что ты, ну, кроме фильмов Джеки Чана ранних, вообще не видел это. А вы китайцы? И бога и так далее. Ты же, вы китайцы? Ну, конечно. Китайцы, да. Да, да. Да, да. Он не китайцы, он монгол. Монгол. Знаешь, что мне нравится? Вот в поездках... А я же только что вернулся из... Просто отдыха в Вене. А ты чашечку камеры там выпьет? Во-первых, самое главное. До этого я был давно. Я был в Париже и невероятное количество китайцев. Сейчас ухань, какие-то там проблемы у них, не знаю какие, но вообще их просто нет. Ну, китайцев в Вене нет. Ужас. Китайцы? Китайцы? То бишь, в чем это говорит? Ударило по экономике Китая жестко. Ну да. У нас же серьезная политическая программа? Конечно. Мне кажется, это OLX заказал, чтобы Алиэкспресс закрыли. Закрыть? OLX заказал? Да. Конкуренция. Внедрили туда вирус. Типа, мы вам перекроем. А вы знаете, я тут оно бачу, там сидит у нас диджей Хьюсон, он же в Китае тусило. Ховается тут оно сидит. Тусило, у нас живет там. Подожди. Так а может быть... Не может. Нет? Ну и поговорили. Еще, Юра, хочу тебе открыть большую тайну. Я слушаю, ты понимаешь? Во всех самых дорогих бутиках китайцы вот так дверь ногой открывают и входят. Китайцами? Китайцы. Вот так. Самые модные сейчас люди, это китайские люди. Ты знаешь, мне один китайцы говорит, Витя, Витя. Я говорю, не Витя, а Юра. Он говорит, вы мне на одно лицо убили. Я тебя... Ну как мы можем быть на одно лицо без бородой? Я не знаю вообще. Ладно. Все, проехали. Я просто к тому, что приходите, ребята, если у вас есть проблемы с пневмонией, приходите, у меня есть много виски. Правильно. Класс. Реклама супер, Витя. Круто, круто, круто. Круто, да. Классно. Я продолжу эту тему. Дело в том, что во Франции, товарищи... Эту тему? Эту тему. Тему болезни. Тему болезни. То, что ты болеешь, кому-то интересно. Во Франции запретили болеть. И в девяти городах Франции мэры сказали, ребятки, все, болеть нельзя. Закрывай медицинские учреждения. Почему? Ну вот так вот. Как тебе такой аргумент? Вот так, все. Тут у Дима так читайте. Ладно, давайте процитирую. Хорошо. Что ты не готовился? Все готовился? Давай. Мэры девяти городов подписали псевдоуказы о запрете жителям болеть и обращаться за медицинской помощью. Таким образом, руководители городов хотят привлечь внимание центральных властей к недостаточному количеству медиков. Во! Подожди, стоп, стоп. Ты представляешь? Я даже самое сказал. Да, конечно. Подожди, во Франции не хватает медиков? Да. Мне кажется, Донецкий... Сразу можно отсюда напрямую отсылать. А прикинь, во Франции, где-то в Париже, филе Донецкого. Слушай, а разница по количеству арабов, что там, что здесь? То же самое, процентность такая. Мне кажется, все врачи там уехали в Польшу работать просто. На клубнике. В Чехию. Фрилансеры. Фрилансеры на клубнике просто. Слушайте, ну а на правде. Они консультируют людей по телефону. Алло, да, у вас аппендицит, значит, чуть-чуть ниже там возьмите, разрежьте, да. Отрезали? Дома, да. Отрезали. Слышу, отрезали, да, нормально. А аппендицит висит или внутри, да? Говорит, а размер скажите его, пожалуйста. А ну все нормально, да, зашайте теперь все. Насправдя, это было бы так смешно, как сумно, потому что фактично такая сама ситуация и в нас. Где, где, где? У нас, в Украине. А, Украине. В Украине. Райкович запретил болеть? Это было бы логично. И можно влаштовать такой флешмоб, чтобы там Райкович, Цапюк, Коринний. Лечебная колбаса. Я трань, да? Чтобы они... Там бояли тут бухнули. А! Класс. Чтобы они... Докторская. Докторская лечебная. Я лечусь докторской, да? Шикарная история. Противокоронавирусная. Ну, реально. Мне прописали три раза в день докторскую. По два кубика. В задний проход. Сейчас только понял. Если бы колбаса была, называлась Китайская, прикинь, ее бы никто сейчас не покупал. Ну, нет, конечно. Уханьская. Китайская, город У... как это? Ухань. Знаешь, одна там, ну, Ухань, Умань, ну, прикинь, одна буха, ну, ё-моё. Ухань. Вот так. Ну, да, да. Да. До речи, есть Дрогобицкая колбаса? Вона тоже добра ликует. Очень интересная. Это, кстати, один из прям брендов. Да. Дрогобицкая колбаса на печи. Вкусно, правда? Я вообще люблю собирать, знаете, мемчики, картиночки. Ты знаешь, что я за Райкович? Конечно, Дрогобицкая говно. Конечно. А он тоже Дрогобицкая. Красавчик. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Короче, не было бы так сумно про этих лекарь, как бы не было бы так смешно, как бы не так сумно. Ты аккуратно с руками. А видимо, она машет руками, а скручиваются ноги. Это знаешь, как у блатинки череп сняли, а там между ушами... Фу, ё-моё, деточка. Не, Сала, дай ключик каламбурочный. Что это? Да нет, капец. Мне кажется, ты Задорного пересмотрел, что ли? Или кого ты? Он давно уже не выступает. Петросяна. Короче, я пропоную, чтобы и в нас так меры зробили. Как? Вот так само видали такие псевдо-указы. Псевдо-розпоряджения. Потому что у нас тоже гигантская проблема с нестающими лекарями. Тебе не хватает псевдо-указов в Украине? А теперь еще не вистачатиме медичных закладов. Потому что в Александрии прийшли, активисты зібралися, взяли труну, покидали тут дитячие игрушки и сказали, это символ того, что сейчас отбывается у нас с медициной. Так что вот, там закриватимуть, хотят закрити медичные заклады. Слушай, давай не будем поднимать тему активистов, потому что я как заведусь, вы меня остановите вообще. Он же активист первый, он первый активист. Нет, я не активист. А что ты будешь заводитись тогда? Я активный, но я не активист. Кстати, Витя, я видел нынче недавно ты... Нынче недавно? Нынче недавно давить вечером. Ну, так что ты хотела? В Александрии все? Это все новость? Да, все, печаль. В труну накидали дитячих игрушек. Это печаль. И у нас 5 березня областная рада мает голосовать за закрытие там колькох медичных, ну, майже десятка медичных заходов. А потому что реформа, а потому что... Просто не хватает счастья нам. Да. Потому что нам не хватает счастья. Ой, блядь, эти старые люди собрались... Все плохо, все фигня, все... Давайте позитивнее что-то, давайте. Не хватает счастья, говорю. Не хватает. Врачей не хватает, а я... Проститутка, наркоманы. Поссорились, п***. Почему в Херсонской области есть отдел по счастью, а у нас нет? Я требую. Просто у нас хорошо борются с наркотиками. Да. В Херсоне, да. А что, легализировали или что? Да, да, да. Там, может, там нормально. Прикольно. В Херсоне створили департамент, че видел, че управление счастья обл. администрации. А там закладки прям книги в салоне. Знаете, как искать? Библию. Ну, что, ребята, интересная информация. На следующий четвертый. Там читают, все читают. Начитанные. Идешь по кабинету, а там такой специфический такой, они хихикают внутри. Не, а еще и вот эти женщины, которые работают, говорят, хихикайте, тише все. Так нормально. А вы знаете, как читачку звать, яку призначили начальником? Весна Карпук. Весна – это имя? Да. Весна имя? Весна Карпук. Весна Карпук. Короче, в Херсонии есть… Это типа, ну, капец. Ну, весны не будет, да? Так звучит? Весна Карпук. Весна Карпук. Весна Карпук. Из города Уханя. Я взагалі кажу нам. Як ви думаете, от нас би можна було створити от такий департамент? Счастье? Да. То у нас столько тикточек. Ты что, не знаешь? У нас на каждом подъезде адрес этого… Чуваки ищут, понимаешь? Последние закладки? Нет. Ну, понял. Слушай, а вот кто-то хоть раз видел, как люди вот ищут? Я, клянусь тебе, видел, чувак, в этом, возле Гурсада. Да я видел, как ты ищал. А что ты там робов биле Гурсада? Все колбляки. И чуваки там что-то там капышат. Совпало. А домой тому же пришло сообщение на одно и то же место, понимаешь? Не-не-не, Крендель едет, видит там закладки пацки. Ну, на велике шезешь. Ну, конечно, на велике, да. Пацаны там, это-то, он кричит, а, дураки, я еще не успел. А вы уже ищете. А, смешно, смешно, смешно. Так ты на капец. Видела, видела, на подъездах телеграммы пишут этого департамента? Департамент? Ну, этот департамент открывает свои телеграм-каналы. Телеграм-каналы. И в лифте пишут. Вайбер-каналы. Ну, официальные. А вот эти, что менты замальовывают? Да-да-да. А вишел там еще, ну, типа, что-то. А менты, поганые люди кажут, не счастью, не будет. Это не они. Мы забороняем вам радоваться. А у меня в телефоне есть закладки, я смотрел. Ну, а че? Кстати, очень хороший способ научить наркоманов читать. В книге, в закладке. Нет, просто произведение. Сбрасывается, не маленькое сообщение, «Горсад, третье дерево справа». А именно, однажды. И домик какой-нибудь, да? Красиво, и почитал, и как бы... Рассказ прочитал, и ты уже в конце... Или, знаешь, или... И должен разгадать. 100 вопросов, типа, по ЗНО, ты на них отвечаешь, слаживаешь буквы в предложение, название улицы и номер. Хотя бы скандворд надо уже. Хотя бы скандворд. У меня один вопрос. Как мы с темой Франции вылезли к наркотикам? Просто извиняюсь. Ну, типа, это счастье. Через весну, карпук. Ах, ты ж весна, карпук. До речи, це ж любима область нашего губернатора. Пока там во Франции не хватает докторов, пока там в Херсоне люди радуются, ведь счастья радуются, у нас мэр скоро выдаст псевдоуказ, а может и настоящий указ. Настоящий указ. Что у нас, псевдо-мэр? Запретит людям мыться. Я так сказал, псевдо-мэр? Нет, нет, ты сказал про колбасу. Райковича нет. Нет, нет, нет. Райковича нет. Ну, ну. Вот. Запретит людям мыться. Почему? Зачем? А вы на каких районах живете? Я живу в центре. А, поня, мажор. А я на поселке. Село. Село. Мы на одном, братан. Мы на одном, типа. Короче, если уедете туда дальше, Попова-Жадова, там же штрубы, фонтаны, разорвало все. Что Максюта с коптером прилетел. В общем. На коптере. Снимает в бинокль, смотрит там все. Прорвало, и у людей вот уже сколько там? Полгода, по-моему, нет воды. А ты во время уехал, братан. Переехал. Я хочу сказать, ребята, что я все же наблюдаю. Вы помните, тема уже больше года длится с засыпанием ямы прямо напротив джунглей. Я за этим слежу. Она, время, ее каждую неделю засыпают. Просто отсевчиком. Никто не... И там начинают появляться иногда гейзеры. Становится такая кругленькая дырочка, оттуда так хорошо пар идет. Ну, красиво. Красиво. То есть, так сказать, красиво сделано, да? Очень красиво, да. Я машину там уже не оставлю. Ну, так это гейзера подача. Один раз она может оказаться. Витя, то ты как старик сидишь. Вышел с сигаретой, чашечка кофе. Утром посмотрел на этот гейзер. Все нормально. Получил счастье дозу. Да. Вспомнил карпуковый снос. В центре города людям пришли платежки за уборку снега. Внимание. В нашем городе? У нас в центре двум домам пришли. Мне не пригодило. Это жео. То не то жео. А я без жео. То жео. И там, да, они написали цей. Уборка снега? Написали, что не думают платить за снег. Но потом пояснили, что они взяли. Просто раскидали, ну, эту оплату, яка мала бути там в зимовом месяце, в них раскидали на рейки. То есть, здрасте. То есть, был снег, не было снега? Платить. Ну, а вдруг пойдет, да? Уже ж потом послакнули. Ну, это круто. Я молодцы. Я тебе пропоную, знаешь, от когда до тебя люди приходят там на кальян, ты сразу берешь из них и за вискарь. Пив, не пив, а растягиваем за дом. Это 10 гривен больше. За что? Ну, ты же когда-нибудь, может быть, у меня. Дима так может веселья вести. Ты же видел. Ты же братишь и за Христины, там за уродины и так далее. Какие уродины? Нет, ну... Платите, ну ты ведешь Христины, или ты все Ресленко? Я уродины веду, братан. Все нормально, ты понял? Ну, это нормально. Все отлично. Что ведете уродины? Все отлично. Уродина ведет уродины. Все, все хорошо. Все гармонично. Все гармонично. Все прекрасно. Уродины, и как? Так красиво, нормально. Сам не размножаешь, но помогай другим. Так ты, я хотел сказать? Кстати, первый заказ уродины у нас, Лена, у тебя проведут, да, Лена? Нет, ну это жесть. Ты так классно сказала. А как? Уродины – это день народжения. Это когда человек народжается, это уродины. Только у тебя так случилось. Нет, у меня как раз нет. Ой, разродилась Мария. Да, давай, про Януковича. Он написал письмо. Длинное письмо. Не мне. Надеюсь, ты не будешь читать все письмо. Украины. Чем он написал? Он же ручку поломал. Чем он? Чем он? Напечатал. Напечатал? Да, напечатал. Есть цитата. Есть цитата, вообще длинное письмо не буду полосить. Да, тихо. Звездные, звездные. Итак, включаем скринника, да? Ну давай. Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду. Хочется в *** сейчас. Я сам хочу себя уродину удать. Хорошо, хорошо, что на улице тепло. Чтобы мир и стабильность пришла на нашу землю. На нашу, это на Ростовскую. На Ростовскую. Наверное. Есть яйцо? Дайте яйцо. Так что, он будет помогать каким-то образом? Вот это тоже интереснее. Это он кому предлагает? Зеленскому он помогает? Кстати, он радуется, что Зеленский стал президентом. Радуется? Ой, страшно. Восторг. Слушай, а почему все вот эти *** радуются, что пришел президент? Что он сказал? Пришел. Или не послал. Что ты сказал? Уродины. Это мне одного послышало, что он сказал или нет? Как только вот это что-то поменялось, они пытаются раскачать. Этот Пописюнчик, этот, как этого? Пописюнчика ты в него пытайся. Я не знаю, что ты про меня. Меня про родины спрашиваете, я не знаю. Азиров. Пописюнчик. Пописюнчик. Кровосище. Кровосище. Как можно было так перебразировать, чувак? Ну вот. Пописюнчик появился. Этот появился. Понимаешь? Все время они где-то... Откуда они берутся? Пописи, сна и... А, обострение. Кукушечки, да. Кукушечки приходят и все. Это тебе как-нибудь. Остановитесь. Витя, надо выйти. Я уже просто слышал, там к нам этот гость уже пришел. Остановитесь. Я слышал. Типа запаху. Пахнет. Каньяком зацеплено. Походу он с Попова. Асфальт. Асфальт. Не, на самом деле, витает в студии легкий запах шашлычка. А это время. Короче, ну вы, якщо уже поняли, якщо не поняли, до нас иде Тигран Самвелович. Головный вермянин области. Зустречайте. Тигран. 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 Пох**ить. Ну нет, х**я мне просто. А смотри, а тут написать Тигран, а вот Самвелэй. Я говорю, коньяк, тигран, то, чем запевать, сам Вэлович называется. Лучше закусывать, а не запевать. Ну все, Витя унесет на целый год. А ты заметил, что это было тупо постановочное? Да вообще. То есть он зашел, и понял, никому ничего, просто такой, о, привет. Хоть бы здрасте сказал. Нет, так я же сказал, здрасте, мы же старших уважать должны, молодежь. Ясно, вы молодежь, старшие. Ты слышишь, что ты уважаемый человек? Хорошо, слушайте, мы позвали Тиграна Самвеловича. Ну, судя по всему, ты позвал. Слухай, это все специально. Смотрите, я вам сейчас... Можно я постарую? Вы пока развали? Я вам все объяснил. Посмотрите, пришел уважаемый человек, Тигран Самвелович. Понятно, уже не надо говорить даже, какая у него национальность. Он пришел с уважением к старшему, в дом, к человеку, и, естественно, с подарком. Так что-то не відмазнуйся, все уже витягне. А Юрка, ему будешь витягать. Тут ценники. Вы что посылаете? Витя, тут ценники. Между нами евреи не можем сказать. Я тоже правильно. Я думаю, у вас и евреи все хорошо, ребят. Все нормально, дела делают. Короче... Сидят как-то украинец, евреи и аминьинцы. Слушайте, дайте, я ж что сюда покликала? Я ж так не могла б нього спитатися, ну, тет-а-тет. А мне хочется прям публично спитатися. В пятнадцятому році, правильно? Да. В семнадцятятпятому році. Все место зависели вашими бордами. Це пятнадцятый був? Чи не? В семнадцятятпятому році, точніше. Ну, це ты народивский. Вы не поняли. Я не розумію. Это когда познавались с днем рождения. Ну, пятнадцать, да, пятнадцятый був. Це ви самі собі заказали? Пятнадцятый був, пятнадцятый був. Нет, конечно. Я хочу посмотреть, как еврей пытается объяснить, что это армянина. Понимаешь, что это... Это сул электрический, поэтому надо отвечать только правду. Еще раз задавайтесь. Да. Не самі? Нет, конечно. Друзей очень много. А че ж в шестнадцятому не вітали? В семнадцятому не вітали? Не, ну, это тридцатка. Була тридцатка. Ну, та й шо. А кожен рік тоже приємно. А че ты ручками тоже хочешь так было? Не, да, да, я тоже так хочу. Ну, сделаем. Тигран когда-то рассказывал, что он даже благодаря этим бигбордам, он когда-то приехал в Харьков, по-моему, да, ты говоришь? Да. Заходить в ресторан. Тигран зомали. Мы тебя знаем, да. Мы все знаем, что ты палатируешься. Это такой был пиар-ход, наверное, не знаю. Ну, ваш. Друзей. Нет. Слушай, учи того, что... Я хочу забыть этот день. Уче, забыть? Да ладно. Серьезно? Але ж все місто тоді дізналося, що є Тигран Самвел. Правда, не знали ваші прізвище, хто ви знали, що є Тигран Самвел. Не, реально спрашивали, а хто это? І навіть ви могли вимовити. Та ти меня тогда уже знал. Не надо, я скажу. Та не я спрашиваю. Я знал, я знал. Навіть змогли вимовити, тому що не кожному вдається. Там вже була, ну, єврейская диаспора, я ж тоже знал. Примазався. Візьміть його щось везти, бо він у це не злізе. Зараз іде весна. І всі знають, що у вас є... Ви очолюєте підприємство, яке... А що ви так в лиці міняєтеся? Холеба! Заходите! Він на налогове просто. Вона вже сидить. Ви стелите асфальт, правильно? Стелите. Так, стелимо. І весною залишається на дорогах. Вот. А не всюди. Подожди, а хто тогда тот асфальт стелить, який не остається на дорогах. Не остається? Ну, це пухі подрядчики, наверное. Азербайджанці, скоріше сім. Азербайджанці асфальт не селять, вони хороше кухню готовять. О-о-о! А я думаю, у вас же там контроли, да? Почему? Так кого? Что це? Може би це історически, але ми дуже дружимо. Тут ж у нас Карабах, що ли? Хорошо. Ну, конечно. Так, а скажіть... Поплаковано історически, молодец. Так, а скажіть... І в Пахлаву ходимо даже. О, а це... Азербайджанці, правильно? Да, да, азербайджанці. Я пыталась, я кажу, Пахлава це чиє? Ну, насправді сі Кабака, в смыслі... Кабака? Национальна, да? Виходить за тобою, азер приєхала. Да ладно. Итак, случай. Лену Данилевичу в Пахлаве. Здравствуйте, можна сказати. А це ж Кабак. Оху, Лена. А сэрдам ви коли не була, да? Ночной день. Не була не була. Все нормально. Да ладно. Так ми вас приглашаємо в п'ятницю завтра. А що там буде? Будем танцювати. Шо там? Шор, я не буду. Будем правильно кажуть, будем танцювати. А шашлик буде? Ну, конечно. Будем і жарити. Кого? І шашлик. І послітанцію. Виключите, пожалуйста, камеру. Я хочу його ударити просто. Ну, що за... У вас, до речі, ж недавно ж мало бути свято. Ну, це зустріч весни, типо нашої Масляної, щось такі. Але чого скасували? Не, це у нас должен был быть праздник ТРНДС. Ну, по неприятным обстоятельствам нам нужно было его перенести. Ну, я думаю, это не нужно сейчас оглашать. Ну, мы всегда приглашаем на все наши мероприятия. Что это за праздник, скажи, пожалуйста? ТРНДС – это как день влюбленных, только на день раньше, 13-го числа. Это... Влюбленный? Нет, это правильно. Тренировка, тренировка. Тренировка при 14-м. Да, это исторический праздник, который, ну, как он объединяет всех влюбленных, кто хочет влюбиться. И основной изюминкой этого мероприятия – это то, что, ну, как делается костер, и через него нужно прыгнуть. Влюбленные пары держатся руками, чтобы не давать это. Ивана Купала. Ивана Купала. Ну, это похоже на Ивана Купала. А какие вам не трезали? Когда армяне делали ТРНДС, еще Ивана Купала не было. Ой, талантно, так все. Нет, точно. Так все. Надеждаем тоже. Еще, видишь, армяне придумали христианство. Не-не-не, на самом деле, Бог сначала придумал Ивана Купала. Ну, это у тебя подкал. Ну, все ж, знаете, вот. Просто мне нравится, что армяне всегда ТРНДС делают какой-то такой мелкий. Армяне всегда на шаг впереди. Слушай, мне все-таки… Просто интересно. А как привезут ТРНДС? Да. А Валентин? ТРНДС, там, объединение влюбленных, а ТРАСТВАС, что-то такое в этом плане. Все, все, все. А вот, взагаля, немецкого вы знаете? Знаю. Ну, конечно, дома общаемся на армянском. Гаварджоба. Это не то. Слушай. Слушай, но все-таки, возвращаясь к дорогам и асфальту, почему исторически сложилось, что вот именно… И на пять меняется, а волоси. Нет, слушай. Ну, мне просто интересно, потому что я помню, я уже это когда-то говорил, это от папы мне пришло, это шутка какая-то еще. Ну, то есть, понятно, сколько я лет этой шутки. Маскин, прикольно. Армянин – это не национальность, это… Нет, асфальтировщик – это национальность. Да, армянин – это… Ну, почему так произошло исторически? Нет, ну, я думаю, что исторически сложилось так, потому что армяне трудолюбивый народ. Исторически так сложилось. И когда никто не хотел работать, армяне работали и строили дороги. Они такие, они все это… Даже японцы, даже японцы уже отдыхают. Нет, армяне, когда черное, оно вместе с асфальтом снимает, им легче просто работать. Мне кажется, вот так вот они и стали черными, да? Нет, они были черными. Но настоящий вообще армянин – это рыжий и голубоглазый. Так он армянин. Да. Вы неправильно сказали. Рыжий, голубоглазый, обрезанный. Баранде, как меня отпишут? У кого там истерика? Касоватый, что тут армянин, я тебе лису. А, что они такое говорили, Ватя? Прикольно. Мне кажется, что ребята Теграна Самуаловича делают офигенный асфальт, а ночью плохие подрядчики приезжают и переделывают по спецназу. Хорошо, раз, 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 раздравливают, да. Мы не будем ждать там конца и там какой-то делать интерактив. Мы вот сейчас вот как раз в тему проведем. Будем асфальт целовать? Смотри, Тегран Самуалович, смотри. Нет, так мы можем поехать на наш объект. Мы можем поехать по спецназу. Смотри, я тебе принес два кусочка асфальта с разных частей нашего города. Вы должны определить, с какого-то района. Сможешь определить, где твой, а где Миквера. Ну, я думаю, что вот это мой токс. Ну, стой. Смотри, что ты говоришь, тут нет вашего асфальта. И вы выигрываете бутылку. От нашего. Нашей передачи. Спасибо. А теперь скажите, кто евреев, не важно. Ну, я не знаю, но ты объясни мне, Катя, почему вот это такое, это такое, что это такое. Ну, и вообще, я кислях ращей. Тихо, тихо. Ну, вообще, лабораторные исследования должны вам раздалить. Барабзе! Это, кстати, похоже на армянскую мобилку, да? Азин 11 или какой? Армфон, да? Да. Честно, чисто теоретически, это, да, действительно лучше. Звук хороший. Ну, все, на самом деле, один я оторвал кусок вот здесь, вот перед нами, на улице. А я думаю, что там за яма такая. А какие-то же засыпали, да? А второй где-то метра два, ну, дальше чуть-чуть буквально. Вот так все, как и ты, ходят, рвут, показываются. Ямы получаются. Откуда яма у нас? Як відрізнаете якісный асфальт від неякісного? Ну, якісный и неякісный лабораторными исследованиями только можно изучить. А на ваше оконі? Ну, на первый взгляд можно посмотреть, он как уложен, правильно или неправильно. Но качество асфальта на первый взгляд не оценившим. А давайте так, какой толщиной має бути асфальт на дорозі? Господи, у нас программа, наверное, какая-то стелеканал Интер. Больше к строительству, да? Он организатор, он вообще, понимаешь? У нас человек, который диаспорой больше занимается. Вот ты лучше спроси у него, какая у нас диаспора? Толстая, большая, длинная? Кстати, очень универсальный вопрос. Я видел на барной стойке, ну, почти похоже. Похоже на армфонскую диаспору, да? Я думаю, универсальный вопрос для всех гостей. Придет курьян, будешь спрашивать, а какой толщины сала у вас там на западной? Или как пшеница растет. Слушай, давай лучше по диаспору поговорим. Давай. А вы ображаете, кого вас хачами называют? Нет, хач это крест. Да, я никогда не обижался и пытаюсь людям объяснить, что хач это крест, это очень хорошо. Я думаю, что чем больше будет называть, значит много крестоносцев будет. Хач это крест, а хачик это крестик. 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 Слушай, я тебе объясню, чем делать. Смотри, во-первых, хозяин, один из хозяев Пахлавы. Юсиф Каповой, да? Он вообще боец какой-то МММ. Специально. Серьезный еще. Ну зачем тебе? Бьет девочек, кстати. Бьет девочек. Да? Которые говорят такие слова плохие. А зачем это те ображаются? Только на немецком просто потом вы будете говорить больше. Девочка, ну это... Ой, какая хорошая шутка. Такая опска с подковырочкой. Сделаешь сноску, типа понял? Расшифруешь до зрителей. А чего ображаются? Я думаю, что много людей, которые не понимают смысл этого слова. Из-за этого у них есть обида или как-то они так на это смотрят. Но я никогда не обижался. Я родился в Украине. Я много раз это слышал. И всегда, когда мне просто объяснили значение этого слова, у меня никогда обид не было. Я даже мог сказать спасибо. Заходишь в такой церковь, понял? Сколько хачиков. Одни земляки. Если вы, например, проводите зебрание своей диаспоры, приходят такие... Хелло, хачи! Да, конечно. Кресты, да? Ну это то же самое, как ты сюда. Зачем сказали, опа! Смотри, там кресты сидят, да? Что это? О чем речь вообще? Да, да, да. Ну такое. Так подожди, это короче... Это Иисуса, подожди, распяли на хачи. Это вы, кстати, Иисуса. Вы распяли Иисуса. Не забывай об этом. В Москве очень популярная тюрьма тоже, хачи. Хачи. Хресты? Ну да. Спасибо, что пришли. Сколько людей наличия в вашей диаспоре? Сколько вас есть? В Кировбратской области 6 тысяч человек. Это армянского происхождения, у которых есть видножительство, паспорта или только родились, скажем так, в Кировбратской области. Это нелегальных мы не считаем? Нет, ну, помимо нелегальных, но нелегальных мы... Есть, конечно, они приезжают, уезжают. Мы стараемся всегда помочь, как-то поддержать, чтобы они легализировались. Но есть люди, которые плохо относятся к документам и не хотят получать документы. Вы за Кири, что ли? Да, конечно. Что, в Кири без документов до сих пор? А как он работает на данном центральном канале? Он уже с документами, всегда был вид на жительство, просто паспорта нет. Паспорта нет. Вы всех 6 тысяч знаете? Нет, конечно. Нет? Нет. Это статистика. Подожди, ну, просто еще ни разу не было на этой свадьбе, где 6 тысяч человек. У нас есть, скажем так, база данных, которые действительно люди, которые ходят. Это где-то 1000-1500 человек, которых мы и знаем, общаемся, и они приходят на мероприятия наши общие. И, ну, понятно, одновременно их тяжело будет собрать, но 300-400 человек собираются на большие праздники. Ну, знаете, что я пробиваю? Я себе сразу прикиду, сколько нас переглядов має бути в Ютубе. Сколько я посмотрю? Друзей много, всех надо позвать. Друзей много, и нужно, конечно, уделить время. На какую-то самую большую свадьбу было? 500 человек. 500 человек. Да. А сколько гуляли дней? Что там? Два дня. Два дня гуляют? Двести пятьдесят, десять пятьдесят. Не, посмотрите, что домой ходили или нет? Ну, вообще за эти два дня ходили. Не, просто там 500 человек свадьба, 100 человек мальчишник был. И еще, слушай, я попаду свадьбу и закроюсь. Правда, что вот так принято, что сначала говорит старший тост, и он может говорить просто два часа. И все должны сидеть его и слушать. Нет, ну, у нас всегда было и будет уважение к старшим. Ну, я убедил. Но не настолько. Да, есть крестные, которые на свадьбе говорить, ему никто не должен препятствовать. Если он хочет говорить два часа, он должен говорить два часа. И вы будете сидеть вот это? Мы будем все сидеть, с уважением слушать, да. Зима, ты там. С уважением, слушай, с уважением. С фразой я здесь ведущий, а не ты. Капец. Я уже вас пыталась, вот, напереду, не, все-таки невест, и тут крадуть, и тут не крадуть? Ну, нароченных. Нет, ну, в Украине армяне уже, как, ну, начали, скажем так, ассимиляция пошла, и они не хотят этого делать. Но иногда бывает, что не воруют, просто девушка может сама выйти, войти. Возьми меня! Возьми меня! А ты сейчас сама. Добровольно, да. Может, без разрешения родителей. Ну, это считается, что своровала. Сама в пакет мусор вкладывает. Возле мусорки ложится. А яка... Она выходит в ковре, замотанная уже сразу. Заберите меня. Лаваши. Лаваши. Это шутка про лаваш, наверное, ну... Традиционная. 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 Хочешь шуток про лаваш, только шутки про мусор. Про череш. Про череш. Мусор, да. А яка сама такая, ну, капец-капец дивна для европейзованных вирмен традиция? Именно армянская традиция? Да, да. Армянская. Бит людей, которые много вопросов. Не знаю, ну, многие вот мы часто делаем такое, ну, как событие, так как жертвоприношение. И многие нас не понимают в этом. Ленка, людей? Нет, 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 конечно. У нас есть. Ну, обычная барма... Мы можем, блядь, Ленку тебя скормить, как бы, да? Она похожа на барашку, похожа. У меня тоже... Не, ну, нужно сначала сзади посмотреть, потому что среди не оценивается. Ну, я думаю, что можно. Ну, немножко обвисшее, но ничего. Давайте, мы готовы ее отдать за то, чтобы не было больше снега. Нет, это у нас называется мотах. И когда есть там желание, каждый человек может сделать мотах. Это он режет, без соли варится мясо, потом уже кушается, ну, чтобы оно было без соли. И если соль, вот священник должен его, ну, осветить, а потом уже сыпать его в этот мотах. Ну, это такое, вроде бы, люди не понимают, но очень много наших друзей, украинцев и других национальностей приходят на такое наше событие. И мы в прошлом году делали у нас возле памятного знака Хачкар. Мы собрали тогда больше двухсот человек. Халявщики пришли. Нет, это были микрорайоны, которые всегда и даже приходят, и возле памятника иногда и сами убирают, без нашего ведома. Скажи, почему нет там, почему не строите? Церковь вот, наконец-то, наконец-то, на прошлой сессии, в прошлый вторник мы получили разрешение официальное. И я думаю, что в ближайшее время мы начнем уже... Так и будет там строить? Так и будет церковь, конечно, армянская. Классно, у вас святая. Так и будет армянская церковь. Не, ну сколько лет прошло? Два года мы переписывались, общались, просили, но, наконец-то, мы получили результат, который должен быть. Если бы ты битборды развесил вот так вот по городу, там, подпишите... Я никакого отношения к бордам не имею. Я, конечно, хотел воспользоваться этим моментом и как-то пойти в этот бизнес, может быть, у меня получилось. Сто процентов, да. Но здесь есть магнаты, которые не дают этого делать. Вы же понимаете, как рекламные агентства ждут вашего дня рождения. Выборы, у них там, выборы, день рождения Тиранда Мэридовича. Главное, чтобы выборы не совпали с рождением Тиранда Мэридовича. Потому что на выборы ничего не попадает, да, вообще, ни одного борда. Это как у нас в Армении есть это слово «похчка». Денег нет, в бигбордах не будет. Как? Похчка. Я же почки, нет денег. У нас есть другое слово, у нас просто «пох» есть слово. А, кстати, «пох» — это деньги на армянском языке. Серьезно? Да, на армянском языке «пох» — это деньги. Ну, так, чтобы им «пох» вообще достать. А «похать» — это много денег? «Похать» — это «похать». Вы нещедавно презентовали такий ролик про Вермению. Вот, я бачу, это прекрасные кадры, дуже классные. И вы мне так... Снимали вот здесь на наших, на валах, да? Арарарат там был, да? Нет, там был Тигранакерт и рядом этот. Кто Тигранакерт? Да, Тигранакерт. И, по-моему, там нашли вот Ной, Ной этот «копчевку». Копчевку? Да, да, да. Да, 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 да. В чреве большого динозавра. Почему перебивать девушек? Я не могу понять. Она не девушка, она ведущая. Да нам «пох» просто. Давай, говори. «Пох», 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 «пох». У него маленький, да? Да. Все знают же про это. Давай, расскажем. И я еще хотела спросить. Наконец-то. Сова! Я еще хотела спросить. Вы так шепнули, ты сказали, что будете организовывать поездку с Кропивницкого у Вермению. Да, можно поехать. Будете? Будем. А можно поехать? Можно поехать. Да, мы объявим конкурс ближе к сентябрю месяцу. Будет конкурс. И мы хотим наших друзей украинского происхождения, чтобы они проведали Армению и увидели своими глазами. Потому что мы очень много говорим на территории области, в Украине, презентуем традиции. Но хотелось бы, чтобы каждый ощутил и увидел это все. А за счет деньги? За деньги наши. На билборды? Да, у вас уже 4 человека. А что? Стоп, подчекай, ты сказала конкурс. А чем там требует обедение? Конкурс у нас будет проходить в два этапа. Мы еще и этот конкурс будем презентовать. Будет первый конкурс «Презентация армянской кухни». Это будет проводиться как Armfest на территории нашей области. Нет, именно кухня. Это блюда национальные, как его презентуют. Мы это, я думаю, будем организовать вместе с рестораторами. И второй конкурс будет «Известные места», ну, через Google или где-то видели, какие места вы знаете, ну, и рассказать о нем в Ереване и в Армении в целом. И тогда уже будет конкурсная комиссия, потом будет голосование, ну, это все мы презентуем. И по итогам голосования все поедут и увидят те места, которые они будут презентовать. У меня просто дача на озере Севаш. Вот как, рассказать вам или нет? А сколько человек, а за ними реки Армии? Мы будем везти 24 на автобусе и 24 человека. 24 еще осталось. 20 мест осталось. А если мы еще придем и скажем пароль правильный? Тигран? Да. И достанет коньяк мой, да? И мой коньяк достанет. Нет, у нас в диаспоре коррупции нет. Ты скажи, пожалуйста, вот тебе там сейчас 35. Почти, да? Почти, да. Почти. О, да скоро будет? И ты давно уже... Подожди, как так получилось, что вот ты там человек фактически номер один, да? Ну, и ты вообще, как вот, чтобы понять, ты глава диаспоры, да? Областной. Как ты мог стать в 30 лет или даже раньше главой диаспоры? Ну, для меня это тоже как-то было удивительно. Почему? Потому что я был самым молодым региональным и сейчас являюсь самым молодым региональным руководителем армянской диаспоры Украины. И был у нас руководитель общины Овиг Юлябович, который предложил мне стать руководителем молодежной организации. Я начинал все с молодежной организации. И потом, когда увидели работу, я, скажем так, выложился на все 100, было голосование. У нас есть совет старейшин, который проводит голосование в области, потом по всей Украине. И с 90 голосов 84 голоса получил я. Ничего себе. Крутяк. Голик Гулябович. Ты круче, чем Зеленский. Подожди, я бы говорила. Овиг Гулябович. Овиг Гулябович. Вы вообще классный пацан, что дали... Пацан? Дядя. 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 Господи. Господи. Вы классный человек за то, что дали этому классному человеку очолить региональную организацию у нас в области. Реально человек, шашлыки не жарил, не сидел. Молодой. Как это не жарил? Как это шашлык не жарил? Как это не сидел? Это главное условие попасть туда. Первый пункт. Правильно жарить шашлык. Правильно же подавать в лавочек. Я вам дякую за то, що прийшли сьогодні до нас. Ми так швиденько поспілкувалися. Поклади асфальт на місце, бо можеш подарити... Это, кстати, Валентинка нам. Я свое собою заберу. Это был музей шоу Ритхо Чилипіпл. Я надеюсь, что все шесть тысяч вермен Кировоградской области подивляться это шоу, поставят лайки и пошарят. Всем хорошего вечера и хорошего вечера. Будьте здоровы. Всем пока! Всем пока!